всем привет и добро пожаловать на мой канал сегодня пятница и у нас отчет беременности 24 неделя эта неделя в моей жизни протекала достаточно спокойно без всяких разных происшествий впрочем наверное как и в основном моя беременность но на этой неделе я очень четко и более усиленно наверное следила за именно развитием малыша и за той информации которую я на этой неделе могу найти в своих приложениях и в разного рода источниках так вот на 24 неделя малыш уже в принципе начинает выглядеть близко к тому как он будет выглядеть после рождения кожица малыша начинает превращаться от такой прозрачный красный к более розовый потому что он начинает производить уже свой маленький жирок то есть слой жира подкожного появляется и соответственно малыш уже приобретает такие приятные красивые нам привычные пухлые формы младенца волосы брови и даже реснички они уже очень явно заметны уже выросли в полной мере и поэтому малыш уже становится больше похож на симпатичную куколку соответственно остается только надеяться что после рождения моего малыша я увижу сразу и волосики на голове и реснички и бровки ну то есть хочется верить или надеяться что он не будет лысеньким на этой неделе еще малыш начинает производить свой гормон роста и соответственно он очень очень активно начинает расти органы уже сформированы соответственно сейчас уже дело только за ростом я внутри себя уж точно ощущаю то что мой малыш он растет живот у меня действительно уже приобретает такие очень явные формы и я уже рассказывала на прошлой неделе по моему что врач мне сообщила о том что животик у меня немного больше чем обычно в большинстве случаев бывает на этом сроке но это все нормально это все индивидуально и хорошо в любом случае и с сердцебиением все хорошо и с движениями все хорошо поэтому волнений у нас никаких нет я как раз таки именно наверное в силу того что малыш уже активненько растет я чувствую на этой неделе более сильные толчки более сильные движения они действительно намного более ощутимы чем в предыдущей неделе поэтому это меня уже радует и в те моменты когда я не чувствую его движения есть не более спокойно и до сих пор естественно я волнуюсь конечно же переживаю сразу сдаюсь кучу вопросов и начиная вот там потихонечку теребить и зная что уже малыш реагирует на свет он уже реагирует на звук распознает в том числе и вкусы то я очень активно пытаюсь его как-то тормошить в те моменты когда мне кажется что вот как-то ты уже там затих малыш и давай-ка мы с тобой пообщаемся в таких случаях я либо тереблю его по животу либо с ним разговариваю либо съедаю что-то такое необычное или более сладкое для того чтобы он через там какое-то времечко распознал этот вкус и начал там как-то на него реагировать ну и конечно же на свет он реагирует то есть он уже отворачивает головку он уже может морщиться в полной мере уже реагирует на абсолютно все сигналы которые я ему подаю поэтому как правило на этой неделе он мне активно отвечал плюс ко всему на этой неделе очень выраженная ребенок начинает реагировать на реакции мамы то есть на стресс радость да и в принципе любые гормональные какие-то изменения в эмоциях мамы малыш начинает реагировать поэтому начиная 24 недели я очень серьезно задумываюсь и обращаю внимание на уровень стресса который у меня есть или которого нет и также на чрезмерно какие-то сильные эмоции то ли положительные то ли негативные тоже наверное не столь важно хотя важно но тем не менее я думаю что чрезмерные эмоции в любом случае они не нужны поэтому я стараюсь реагировать на события в своей жизни умеренно по большому счету наверное события на которые у меня сейчас есть реакция это больше связаны с моей работой с youtube каналом с книгой на этой неделе произошли разные технические неполадки об этом расскажу уже после нового года и после моего отпуска потому что надеюсь что эти неполадки решу но тем не менее они сильно меня расстроили и конечно же я пыталась держать себя в руках не реагировать и в общем-то не находиться в каком-то таком постоянном стрессе так как малыш уже реагирует и на мои какие-то проявления не знаю разных эмоций плюс это я ощущаю в те моменты когда я нахожусь там на мероприятиях или более шумных местах то есть малыш начинает шевелиться двигаться и он проявляет такую какую-то не знаю то ли тревожность то ли радость то ли интерес то ли просто реакцию но тем не менее я уже понимаю что малыш реагирует поэтому 24 недели особенно особенно важно следить за своими эмоциями что я и делаю помимо этого на этой неделе в очередной раз понимаю что одежда становится еще более тесной и узкой чем ранее я уже убрала в вакуумные мешки просто огромное количество вещей которые я понимаю я уже в этом году не одену соответственно снова возвращаюсь к мыслям о том что мне обязательно нужно искать новую одежду для беременных и все-таки подобрать что-то для себя более подходящее потому что живот с каждой недели действительно растет особенно вечером он очень сильно отличается от того что происходит утром то есть он значительно больше соответственно я понимаю что с одеждой что-то нужно думать касательно еды хорошая новость в том что у меня аппетит нормализовался то есть у меня нет уже никакого-то ненормального жора и по тем продуктам которые я потребляю я чувствую что я действительно ем в течение дня меньше то есть мне уже хватает поесть наверное раза три то есть это легкий завтрак обед и легкий ужин и помимо этих троп трех приемов пищи я еще могу перекусить какими-то мелочами но в силу того что я до сих пор ощущаю большие сложности с пищеварением и для меня это не перестала быть проблемой то я по-прежнему стараюсь найти самый лучший вариант своего рациона и в последнее время особенно я замечаю что мне наиболее комфортно и во время приема пищи и после приема пищи если я ем жидкую еду соответственно утром я ем творог йогурт туда добавляю ягоды банан могу еще добавить немного меда плюс еще немного орехов для того чтобы набрать витаминов и полезных веществ и жиров днем я как правило последние наверное ну да пару недель ем супы преимущественно чтобы в этих супах была капуста преимущественно чтобы была свекла а то есть это те мои продукты которые способствуют моему пищеварению и также варю это все на мясном бульоне ничего для супа не жарю ничего дополнительно не подготавливаю то есть это исключительно отварные овощи отварное мясо и соответственно очень очень чистый чистый продукт без разных специй для того чтобы лишнего в мой организм не попадала и не сбивала мои все ритмы вечером опять же я могу поесть либо это омлет либо это кефир с может быть овощами либо это какое-то пюре но конечно же не картофельное пюре как правило это либо тыквенное пюре либо с морковкой либо смузи также кстати с утра я еще выжимаю свежие соки и пытаюсь принимать дополнительные витамины или просто дополнительное удовольствие своей жизни при помощи свежевыжатых соков ну и конечно же в зимнее время я не могу себе отказать никогда ни при каких условиях в удовольствии поедать мандарины и помело это те два фрукта которые я обожаю наверное они одни из самых самых моих любимых фрукта тем более что помело он очень низкокалорийный а там принципе по моему что-то 30 калорий на 100 грамм соответственно с ним можно ввозиться пока ты его чистишь и процесс вот как раз таки принятия в пищу помело оно вытягивается очень таким долгим и кропотливым соответственно ты точно знаешь что ты ешь маленькими порциями очень долго размеренно и в общем то так чтобы не было лишнего напряжения на твой желудок вот это те мои такие основные наверное продукты которые вот последнюю неделю уж точно я для себя принимаю думаю что последующей неделе я также буду оставаться при таком режиме просто для того чтобы пищеварение в моем случае работала регулярно и так как надо потому что для меня это очень непростой процесс неприятные процессы соответственно хочется уберечь себя от разных неприятных последствий которые влекут за собой запоры в принципе невозможность сходить в туалет нерегулярный стул и так далее то есть нельзя слишком сильно тужится особенно в последних сроках хочется избежать принятия разных препаратов которые способствуют лучшему пищеварению и как-то регулировать это все при помощи не медикаментов а при помощи той пищи которую я принимаю и при помощи режима я заметила для себя что режим это одно из самых наверное важных составляющих в нормализации моего пищеварения поэтому именно этим вопросом я усиленно занимаюсь на этой неделе на этой неделе у меня появилась черная полоса внизу живота блиная негра так называемая я очень сильно надеялась что она все-таки у меня не появится на мой вопрос недели две назад который я задала доктору когда же появляется обычная эта полоска доктор так спокойно ответил на самом деле не у всех она и появляется поэтому не факт что она у тебя будет но на этой неделе я уже заметила что полоска начала появляться поэтому понимаю что избежать ее мне не удастся напишите кстати в комментариях когда у вас появилась эта полоска и как долго она у вас оставалась это мне очень интересно на этой неделе еще усиленно продолжаю бороться с растяжками так как мой организм имеет предрасположенность к этим прекрасным полоскам не хочу превратиться в зебру и надеюсь что мой мое тело она меня пожалеет но со своей стороны все что могу то и делаю поэтому использую разные масла это кокосовое масло масло ши крема и в общем то все средства которые попадают мне на глаза и которые более или менее ну не знаю по крайней мере дают моей коже вот это ощущение увлажнения и такого облегчения от натяжения и легкой чесотки которая на животе появляется от растяжения этой кожи теми средствами я и пользуюсь поэтому буду надеяться что мне это поможет плюс на этой неделе все у меня отекает отекает просто кошмарно ноги отекают руки отекают пальцы отекают лицо отекает я думаю что по последним видеороликом вы заметили что действительно даже лицо у меня все отекшие щеки мои в общем то как я уже говорила в вчерашнем видеоролике продолжают свое восхождение на мои глаза и я становлюсь такая в общем то пампушка поэтому пью много воды стараюсь не есть лишнего и действительно следить за этим всем делом плюс ко всему варикозные вены мои показали себя они конечно же не сильные и раньше у меня проблем с этим не было но я знаю что также предрасположенность к этой всей красоте у меня есть у меня и мама болеет этим недугом и уже муж мой делал ей операцию вот и соответственно я уже заметила что на внутренней стороне моего бедра появилась небольшая венка соответственно шучулки компрессионные или или гольфы компрессионные пытаюсь двигать ногами даже когда я длительное время сижу я все время пытаюсь проделывать какие-то упражнения нижней части ног и сидеть так чтобы не передавливал кровоток и побольше ходить предполагаю что бороться с этим придется особенно в последних месяцах моей беременности но ничего не поделать со своей стороны делаю все что могу для того чтобы облегчить всю эту ситуацию и буду надеяться что она сильно уж не усугубится но а если после беременности пойму что мне требуется операции или удаление или заваривание этих несчастных вен то конечно же все сделаем для того чтобы уже во время второй беременности эта проблема меня не настигла и последним пунктом наверное в этой неделе особенно себя проявила мое нетерпение и отсутствие терпения в принципе потому что время мне кажется она тянется и несмотря на то что уже 6 месяц и 24 неделя я все равно чувствую и понимаю что время для меня в этой беременности тянется очень очень медленно у меня нет абсолютного ощущения что ну вот только что вроде бы беременели только что вроде бы был июль а уже конец декабря такого ощущения у меня нет у меня есть абсолютное понимание того что это все время эти пять месяцев они тянулись как черепаха и когда я думаю о том что мне еще четыре месяца предстоит я понимаю о том что мама дорогая это так долго это действительно очень очень долго и конечно же окружающие мне говорят да ладно наслаждайся займись чем-нибудь найди себе хобби даме не знаю наслаждайся потому что конечно же когда ты родишь время будет лететь потом ты уже не сможешь делать те вещи которые ты можешь делать сейчас и в общем все вот эти предостережения того насколько сильно поменяется моя несчастная жизнь после рождения малыша но я всегда и себе и окружающим говорила что мне никогда не помогает там я не знаю какое-то сравнение либо с другими людьми либо сравнение там уже какое-то глобальное сравнение с другой ситуации и так далее и так далее мне интересует то что происходит со мной здесь и сейчас и я не хочу жить не тем что было раньше не тем что будет потом я хочу жить тем что здесь и сейчас именно сейчас терпение у меня вообще не хватает я даже поймала себя на мысли что я не наслаждаюсь тем фактом что у меня нет месячных что с цикла у меня в принципе нет когда он был и мои подруги беременели я всегда думала господи какие же вы счастливы как бы я хотела чтобы у меня годик или два не было месячных и сейчас на уже на 24 неделе я понимаю черта у меня нет месячных и я даже этого не заметила то есть для меня время тянется так долго и вот общее состояние моё она настолько дискомфортабельно что я даже не замечаю что месячных нет то есть меня никаким образом не компенсируется это 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 прекрасный это прекрасное обстоятельство в моей жизни то есть если я помню дискомфорт целого цикла да когда первые дни тебе там больно тебя раздувает ты потом ты там носишься извините с этими продуктами гигиены там четыре-пять дней то сейчас это дискомфорт вздутие отек и постоянное вот это крыхтение пыхтение и ощущение того что ты просто дикобраз она присутствует каждый божий день и соответственно отсутствие конкретно вот месячных для меня не является никаким абсолютно удовольствием никакой радостью я понимаю что даже не насладилась этим но конечно же я не жалуюсь я просто даю реалистичную картину того как я себя чувствую вот именно в конкретной моей индивидуальной беременности ну и по крайней мере в это время беременности хочется чтобы время двигалась немножечко немножечко быстрее в январе конечно же планирую пойти на дополнительный узи для того чтобы сделать картиночку моего малыша потому что сейчас уже как я говорила его личико его мимика его какие-то черты они становятся наиболее похожими на то как он будет выглядеть после своего рождения ну в основном наверное это самые такие важные пункты этой недели больше доложить нечего соответственно будем ждать последующих моих отчетов как я уже говорила в самом начале этой неделе я беру праздничный отпуск так что мои дорогие подписчики и подписчицы две недели мы с вами будем жить на расстоянии мы берем паузу в наших отношениях и будем наслаждаться личным пространством для тех кто празднует рождество в декабре с наступающим вас рождеством желаю вам замечательного семейного праздника приятных эмоций кучу подарков замечательных елок вкусной еды и просто позитивных эмоций для тех кто празднует рождество в январе ждем и с наступающим рождеством в январе с новым годом также нас наступающим я аж прям не знаю как-то с большим восторгом и с большим также нетерпением жду именно этого праздника в этом году и надеюсь что он пройдет замечательно и принесет нам много 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 новых идей новых планов новых фантазий новых реализаций и да и в принципе приятных сюрпризов поэтому всего этого вам желаю отправляю добрые мысли и всю мою позитивную энергию вам в окончании этого года успевайте заканчивать свои дела и начинайте новые с первого января а мы с вами увидимся уже как раз таки в начале следующего года посередине наверное сниму парочку видеороликов с подготовкой мэйкапа к новому году может быть еще какие-то коробки красоты ко мне приедут такой лайтовый лайтовый контент для вас сниму и уже в январе как вы уже знаете буду готовить новые наши рубрики для того чтобы канал развивался и был для вас ну и для меня в том числе более интересно на этом заканчиваю свой выпуск прощаюсь с вами со всеми не скучайте без меня смотрите предыдущие все выпуски которые может быть не успели посмотреть и в общем с нетерпением ждите моего возвращения я уж точно буду его ждать до встречи пока